Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Илья Слэйт. Я сегодня безумно нервный, потому что, блин, я с утра хотел записать Форзу, понимаете, и сел её записывать. Сажусь, у меня выключается свет. Я жду, пока он включится, он включается. Сажусь записывать Форзу, он опять выключается туда-сюда, короче. Свет в моей квартире сегодня не даёт мне её записать. Эта серия стоила мне огромной боли. В итоге время уже, мать его, почти 2 часа дня, и я должен был к этому времени уже залить всё на канал, но я ещё не успел. И вообще я хотел сегодня сделать годноту, на самом деле, какую-нибудь красивую, прям клёвую тачку, но из-за того, что мои нервы окончательно потрачены благодаря свету в квартире, я сегодня буду делать снова трэш, потому что снова нас ждёт трэшняк. Снова ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить видеоролики мои дальнейшие, ближайшие, которые вы увидите на канале именно с помощью этого колокольчика. Он написан около кнопки подписаться. Нажимайте на него и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех событий и новостей. Ну и всё будет прекрасно и замечательно. Кстати говоря, тем, кто сейчас уже идёт, направляется писать гневные комментарии, мол, Илюхинсон, когда ты будешь сделать годноту, в плане тачка имеется в виду, не в плане контента, в плане контента, мне так всё заебись. А то ты что-то делаешь один трэшняк, 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 дорогие друзья. Следующая серия будет в формате стрима, скорее всего, и там мы сделали с вами годноту. Вместе с вами будем в прямом эфире делать красоту. Мы так уже делали, это была серия SM4, GTS и M2. Сейчас я нашёл тачечку, тачечку, которую нам можно сделать. Блин, ништяк. Слушайте, здесь можно будет оторваться. Здесь можно будет, бля, оторваться. Не, мы сделаем сами. Я хочу сегодня проявить экстравагантность и проявить, как сказать, всё моё творчество во всей красе, поэтому мы сейчас выберем какой-то банальный цвет, я не знаю, белый. Возьмём белый Rolls-Royce. А он называется как? Он называется, блядь, как? Мы могли здесь написать, как он называется, а не там, блин, в списке, где я искал его. Бла-а-а, как он называется? Мне должен сказать аудитории моей, которая и так знает, как он называется, в отличие от меня. Он называется... Он называется... Блядь, да скажите мне уже, покажите мне. Ну, кстати, он красивый, красивый, но мне на такое не хватит. Да и нахер он мне не сдался. Вот, пусть наши чиновники на нём катаются и показывают, сколько они наворовали. Так вот, подожди, сколько он... Rolls-Royce Dawn. Ну, да, он, короче. Rolls-Royce Dawn сегодня у нас на экранах. И сейчас мы начнём им заниматься. А начнём мы с пользовательской модификации. Я даже не буду кататься на стойке, на самом... Да, смысл, смысл. Вот, товарищ на Rolls-Royce, который... Кататься он будет вальяжно, подвеска у него будет мягкая. Всё это понятно изначально, и это всё ясно. Он никуда не поедет. Он будет красиво вальяжно кататься. Это красивый и валяжный кабриолет. Роскошный. Больше тут ничего особенного в нём сейчас нету. Поэтому нам даже неинтересно это смотреть. Мы сейчас сразу сделаем из него корчец. И корчец этот будет, ну, я думаю, достоин вашего лайка и подписки. Потому что я сейчас буду стараться, по крайней мере, сделать из него красавчика. А турбины нас резко ухудшают. Хотя вроде не резко. Не, не резко, нормально. Турбинки сейчас вообще всё будет заебательски. Мы сейчас поставим всё просто по максимуму. Вытянем из него всё, что можно. Все соки. А7-168 класс. И он что-то, по-моему, опять, мне кажется, не растёт. Да, почему-то у нас не растёт класс. Я не знаю почему. Форза вообще сломалась в последнее время. У меня часто такое бывает. Вот смотрите, вот тормоза. 771. Вот сейчас улучшится, да? Вот сейчас улучшилось. Ладно, Херкнем. Крутые тормоза. Клиренс, ну, понятное дело. Гоночные. У нас будет спорткар. У нас будет спорткорч. Я вообще думаю, что мы из него дрифтовый корчец сделаем. Я надеюсь, сеты такие здесь будут присутствовать. Каркас, естественно, полный. Но это очевидно. Ну, потому что это Rolls-Royce. Как бы понятно. Так, массу облегчить на 600 кило. Уже хорошо. Кстати, я только что заметил, у него задний привод, дорогие друзья. С задним приводом Rolls-Royce. Это ж валило бы боком. Какое будет-то, а? Слушайте, ставим максимальную там. Всё вообще. Трансмиссию. Карданчик. Хуянчик. Всё вообще. И переходим. Кстати говоря, уже благодаря этому в класс S1. 809 у нас рейтинг. И мы дошли до внешнего стайлинга. Посмотрим на трансформацию. Можно только заменить трансмиссию. Поставить сюда полный привод. Вот это неинтересно. Полный привод я ставить на него не буду. Значит, что касается внешнего вида. Ну, естественно, мы поставим спорт. Потому что мы будем на нем возвращаться. И да, не орите. Держите себя в руках, ладно? Не надо писать нигденые комментарии сейчас. Так, ты остановись. Не пиши. Мы сделаем сейчас нормальную. Она будет огонь. Понимаешь? Она будет сейчас дрюкать всех в этом районе Австралии. Просто будет уделывать всех в Ебеня. Так, диски я пока оставлю. Потому что нам нужно для этого сделать сначала внешний вид. 669 киловатт у нас мощности. Сейчас я специально для вас это переведу. 669 КВТ. Это у нас 897 лошадиных сил. Но, кстати говоря, не так много. Я думал, будет больше у него. Ладно, окей. Так, и мы переходим в тюнинг сначала. Мы сначала переходим в тюнинг. В пружинчике. Низ 14 сантиметров. Занижаем до 13. Еще на сантиметр писюна. Занижаем вниз. Зачем я вышел? Я случайно вышел. Так, ну и мы переходим к дизайнам и раскраскам. Значит, начнем с цветом. Блин, надо проявить оригинальность хоть какую-то здесь цветом. Сейчас в любом случае особые цвета. Потому что я начал пользоваться ими. Потому что их можно настраивать как хочешь. Блин, ну вот его, походу, сильно же не настроишь, насколько я помню. Да, он получается всегда какой-то... Он отдает одним и тем же оттенком. Да, блин, ну камуфляжный роллс это вообще пиздец, да, будет? Я просто не делал камуфляжных тачек. И сверху на него еще можно налепить какой-нибудь ебаный пиздец. И слушай, есть у меня на самом деле идейка, да, с камуфляжем, которую можно реализовать. И я думаю, что даже можно применить на самом деле камуфляж обычный. Обычный белый. Чтобы у нас типа был белый роллс и белый камуфляж. Ох, да, блядь, вот я не думал, что камуфляж я буду использовать именно на роллс-ройсе. Естественно, нужен карбоновый капот для облегчения, потому что у нас корч. И нам нужны карбоновые зеркала, потому что у нас легкий корч. Ну, это обязательно нужно. Антикрыло красить нельзя. Диски мы покрасим. И, естественно, черная тонировка, которая почему-то не красится абсолютно. Потому что, мать его, форза типа это. Она типа за безопасность. Если ты, типа, делаешь такой, типа, максимальную тонировку, она не красит лабаш. Потому что, типа, ну как ты ничего не будешь видеть, лабаш у тебя будет черный. Это будет ужасно, отвратительно. И так нельзя делать. Конечно же. Поэтому у нас нифига не меняется тонировка от того, что я ее применил. Но, 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 но. Мы машину просто так не оставим. И сейчас переходим к дискам. Самое время настало. Конечно, я бы эту раскраску камуфляжную еще как-нибудь покрасил. И, в принципе, это можно реализовать с помощью пресета, допустим. Как, оооо, детка. Блин, ну это, конечно, ужасно. Это отвратительно. Это, блядь, дикий стрём. Я понимаю, что вы там уже блюете все. И вы там держитесь, короче. Там, я не знаю как. Но, по сравнению с предыдущей серии, сейчас я творю, по-моему, еще больше трэш, чем был. И такого вообще вряд ли кто-то делает. И поэтому мы собираем просмотры, бля. И, короче, вот эти диски мне реально нравятся. Ну, серьезно, они прикольные. Поставим только их побольше. Ну, немножко совсем, на 24 дюйма. И это у нас ухудшит управляемость. И самое главное, я забыл, что у нас это помешает. Мы не сможем благодаря этому поставить свой сет пользовательский. Точнее, нам придется настраивать свой. Это тяжело. А сзади нас насколько будет? На 335. Ширины. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Да, широкенькие. Да, хорошо, хорошо. Хорошенькие. Да, и тут тоже широкенькие поставим. И самое главное, не забыть поставить туда гоночный состав. О, смотрите, появились новые шины. Гоночный состав шин Horizon. Только они нихуя не отличаются ничем по характеристикам. Если спортивные и для уличных гонок отличаются, то тут они отличаются только надписью Forza. Но нам же нужно извратиться, поэтому надпись Forza только лишний раз подчеркивает наш извращенческий стиль. Низкопрофильная резинка. Все как надо. Замечательно. Так, и теперь мы переходим к наклейкам. Разместить я предлагаю для начала логотип. Логотип типа армии Британии. Типа у нас армия Британии. Ну, потому что Rolls-Royce это же британский автомобиль, правильно? Если я правильно помню, конечно, могу ошибаться. Но, по-моему, да. И мы, собственно, размещаем эти логотипчики вот так вот сбоку. Плюс у нас есть логотипчик Military Force. Вот Military Police, который тоже, точнее, нам пригодится. Мы его тоже куда-нибудь впихнем. Ну, вообще, можно сбоку на порог, например, вот так вот насадить. Он прям, мне кажется, смотрится гармоничненько. И вставим мы его так же на правую сторону. Точно так же впихнем его вниз. Вот сюда. Вот таким вот образом. Вполне себе неплохо. Но это не все. Сейчас я найду какой-нибудь еще пиздец. Мы сейчас что-нибудь еще отыщем. Идеально я нашел наклейку Drift Army. Правда, она белая. И на белом выглядит довольно стрёмно. Поэтому я ее меньше запихну вот на это вот пятнышко. Вот, Drift Army. Класс, отлично. И я кое-что придумал. Мол, зачем нам пихать логотип армии, если и так понятно, что это армейская тачка. Мы сейчас сделаем немножко иначе. Мы просто впихнем огромный боком флаг Британии. А можно как-нибудь нарушить соотношение у него? Нет, нельзя. Я хочу просто, блин, его растянуть. Немножко не так. Ну, ладно. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Распихнем на всю бочинку, значит, вот так вот мы запихнем ее. Вот, да-да-да, детка. Отлично, замечательно. И полосочки у них полицейские здесь есть. Прям вот, которые тоже очень хорошо подойдут. И, по-моему, я уже делаю какой-то арский пиздец. Остановите меня кто-нибудь, пожалуйста. Мне очень херово. Пожалуйста, вызовите скорую. Я не знаю. Или кого-нибудь врачей. Срочно, срочно. Я уже со всем суммой схожу. Нет, я однозначно переборщил. Что-то здесь явно лишнее. Ладно. Ладно. Блядь, нахуй. Ладно, я действительно переборщил я, наверное, с цветом. Сейчас мы подберем какой-нибудь поадекватней. Сейчас все будет нормально. Подожди. Это же тачка роскошная. Правильно? Роскошная. Значит, она должна быть извращенчески в роскошном плане. Понимаешь? Нам нужен золотой цвет повидлоча. Понимаешь? Мне кажется, он нас прям спасет. Хотя хром тоже выглядит неплохо. Но вот цвет повидлоча, мне кажется, подойдет больше. Хотя даже, смотрите, розовый цвет. Розовый хром. Господи, боже мой. Полосочки мы тогда, соответственно, опустим вниз. Ну, чтобы типа спорт. Господи, что я делаю? Представляете меня кто-нибудь. Так, ладно. Нам обязательно нужен стикербомб. Это стопудово. И я думаю, что нужно начать с заднего бампера. Не получится тут текстурки. Ладно, хрен с тобой. От этого я вас спас. А стикербомба, по крайней мере. Блин, ну ничего, ничего. Я сейчас что-нибудь приду. Это и так выглядит ужасно уже. И меня уже тянет блевать, честно говоря. О, точно! Я знаю, что нам не хватает, дорогие друзья. Это самое банальное, что может быть. Это огонь. Самое такое, что ни на есть банальное. Вот какой-нибудь такой. Ну, это ж другое дело совсем. Конечно, конечно, естественно. И тогда, может быть, эти полосочки нахуй убрать. Вот, всё. Сразу смотрится. Смотри, вот. Уже лучше, уже лучше. Хотя, блядь, как можно говорить по поводу смотрится-не смотрится в таких ситуациях. Не знаю. И, естественно, нам нужны какие-нибудь наклеечки дрифта на задний бампер, чтобы было понятно, что мы тут, чуваки, дрифтим. Во, формула дрифт. Да, 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 да. Можно, мне кажется, даже по центру, по пафосному, чтобы было понятно, с кем вы связались, братцы. И я тогда предлагаю сделать нам даже не так. А вот так. Теперь всё будет ясно. Притом ясно сразу. Хм. Ну, и наперед, чтобы точно было понятно. Подожди, а у всех этих дрифтунов-то есть ещё номер? Номер нужен. Ну, а, просто и банально. Номер 22. А чё ещё нужно? Нет, нет, всё, всё, всё. Вот, вот, вот так вот его впихнём. Всё, номер 22. Дрифт, блядь. Всё, друзья мои. Мой внутренний извращенец полностью удовлетворён. Мы взяли Rolls-Royce Down и сделали из него полнейшего дауна. Подготовили его для соревнований Formula Drift. Теперь это Drift Corch с каркасом безопасности, с очень стрёмным винилом под номером 22. Участник Formula Drift. Нам осталось только номерной знак и всё. Казалось бы, хороший денёк, ничего не предвещало беды. И тут, как бы, ты встречаешь вот такой вот автомобиль на улицах Австралии. И здесь тебя посещает вопрос, какой даун это построил. Да, дорогие друзья, если вы видите драйв аватара на этом автомобиле, тараньте его, избивайте и представьте фотографии ВКонтакт. Номер я выбрал Drift 01, чтобы было понятно, что ему номер один в Дрифте. Хотя 22 номер у нас по номерам участника. И, кстати говоря, здесь вот то чувство, когда скин вашего персонажа соответствует с автомобилем, в котором вы сидите. У нас красивое натуральное дерево, там отделки салона, там всё как надо. Ну и замечательный город Австралии. Я не хуй знаю, как он называется. И я думаю, что мы готовы выкатываться. Посмотрим, как себя ведёт автомобиль и на что он способен. Три-два раз. О-хо-хо-хо-хо! Да, детка, это то, что нам нужно. Никакого зацепа. При том, что мы 600 килограмм почти скинули с автомобиля. Он чувствуется безумно тяжёлым. Его тяжело контролировать. Заднего привода ему явно недостаточно такой мощности. Его начинает тупо кидать. Используем сейчас его сразу для гонки против Aston Martin Vanquish. И я думаю, что мы её сразу проиграем, потому что нам не хватает зацепа. Хотя нет, смотрите-ка, мы его обходим. Обходим только трафика. Много трафика. Свали, свали, свали. Так, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Едем нормально. Главное сейчас не снестись, не снестись. Это как раз заодно проверка сразу же на то, можно ли его использовать в заездах. И, как видите, пока возможно. Держак, в принципе, есть. Ну, как бы, если стараться, конечно. По факту его сносит просто как бешеную мамку, не знаю кого, кенгуру. Поэтому его нужно держать очень так аккуратно, иначе его снесёт. И наклейка формула дрифт нам прибавляет сразу способности к дрифтавену. Поэтому мы не можем его удержать. Победа. Победа. 3500 кредитов. Ещё 2000 опыта. Что замечательно. Направляемся на дороги общего пользования. И смотрите-ка, где мы оказались. Как мы вовремя здесь оказались. Здесь как раз есть соревнование по дрифту. И мы сейчас его попробуем пройти. У нас как раз две звезды. И я думаю, что это есть как раз вся возможность, все вероятности того, что мы наберём там побольше, чем две. Наберём три. Давайте попробуем это сделать. И вот, смотрите. Я вам сказал, что он пойдёт боком. Я хочу напомнить, что я его не настраивал дополнительно. Это просто максимальная мощность и максимальный тюнинг. Плюс занижение. Здесь нет никаких там дрифт настроек. Я что-то не смотрел там ничего. Это наша настройка. И он на ней дрифтит просто замечательно. Мне хватило всего лишь 5000 очков, чтобы набрать три звезды. И я думаю, что это вполне реально. Давайте попробуем ещё разочек. Ай-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Замечательно, замечательно. И вот последний раз. Слишком, слишком, слишком сильно я его отправил в занос. Очень длинная база у автомобиля. Это стоит не забывать. Он просто огромный. Он безумно длинный. Он безумно тяжёлый, несмотря на облегчение. Но, слушайте, я не успокоюсь, пока не пройду эту херню на три звезды. Я же должен. У нас же дрифт-кар. Вы думаете, я не пройду? Я это сделаю. Вот, Найстрайс, сука. 500 очков всего не хватило. 500. 446 даже. Мать его, за ногу я чё наделал? Охренеть. 40 тысяч очков. Вы посмотрите на это. Охренеть я не ожидал, серьёзно. Ну что, мы подтвердили, я думаю, что этот корч способен реально дрифтить. Мы получили три золотых звезды и две тысячи поклонников. Ну, потому что мы крутые парни. Сейчас я лишний раз вам докажу, что эта тачка способна на гонки. Нам тут снова попался Астон Мартин Венквиш. Только на этот раз у него S1 и 810 рейтинга. Плюс это дорогостоящий игрок, которого, если обогнать, мы получим много-много-много замечательных денежек. И заодно мы проверим его на бездорожье. Почему нет? Why not? Потому что, знаете, вот я хочу этой серии сегодня показать то, что, каким бы вы ни были извращенцами, и какие бы тачки вы здесь ни строили, из любого дерьма, которое выглядит отвратительно, можно сделать тачку, которая реально едет хорошо. Вот. Мы тем временем едем с этим Астон Мартином практически один-один. Разворачивает. Ладно. Тут всё-таки, мать его, решает клиренс. Как ты её управляешь уже не так заметно, потому что, блядь, на низком клиренсе по бездорожью это, конечно, а тот ещё. Но, смотрите, кожму тапку в пол, пробуксовки нету, и мы едем 400 метров до конца, и, естественно, мы пересвечём на этот раз финишную черту первыми. Поэтому наш Rolls-Royce Down просто показал победу. Победу лишний раз, 50 тысяч кредитов. Мы, соответственно, окупили тюнинг на него практически, и всё стало хорошо. И, кстати говоря, подождите, призовая игра Horizon, конечно же, мы же апнули левел, пока я пытался проехать этот дрифт соревнований. На этот раз мы выиграем что? Правильно, охранительно большой приз, как, собственно, и всегда, целых 10 тысяч кредитов. Окей, хорошо. Слушайте, ну эта тачка меня очень сильно пока радует, она выглядит ужасно, но она охерительно дрифтит, она реально наваливает бачком. И я предлагаю под конец этой серии отправиться на кольцо и проверить её в гонках. Мы доехали до кругового движения, чтобы проверить то, как наш Rolls-Royce держит угол. Хотя было изначально понятно, что угол он держит хорошо, иначе мы не смогли набрать 3 звезды в том дрифтовом мероприятии. Поэтому, как вы видите, даже при перекладке из большого угла в маленький, при перекидывании его, он ведёт себя абсолютно стабильно, и проблем с управлением не возникает. Хочешь маленький угол, получай, хочешь большой, получай. Ну, только сейчас что-то закинуть не получается. Ну вот, всё, пожалуйста. Да, то есть никаких проблем нет. Напоминаю, я не настраивал автомобиль, мы просто взяли самые большие и мощные настройки собственные, пользовательские. Итак, так как наступила ночь у нас в Австралии, я предлагаю посетить последнее на сегодня мероприятие. Это уличная гонка. Посмотрим, как он покажет себя в заезде прямо сейчас. Угу. Как мы элегантно смотримся, однако, во всей этой тусовке. Посмотрим, кто будет играть против нас. Рейтинг у меня 897, ну, то, что мы покрышки потом поставили. Поэтому мы, в принципе, конкурируем со всеми этими ребятами. У нас McLaren и Audi R8, ну, вы, собственно, сами видите список. Окей, я готов, поехали. Давайте покажем класс, посмотрим, на что мы способны в таком заезде. И срываемся с места с очень сильной пробуксовкой. Это нас не спасает. Гонка уличная, она по городу, поэтому нас ждёт большое количество вот таких вот резких поворотов. Всё будет решать именно траектория и скорость его прохождения, и правильность этого прохождения. Поэтому раскроются все негативные стороны этого автомобиля. И вот первое, которое меня бесит, раздражает сейчас. В этом автомобиле есть довольно сильная недостаточная поворачиваемость. Это очень такой древний, прям, древняя проблема автомобилей в Форзе, которые ты настраиваешь, если неправильно настраиваешь, это вот очень сильно проявляется. И это одна из самых главных проблем при настройке автомобиля здесь. Здесь это очень сильно заметно. То есть тебе приходится её отправлять за носом, чтобы проходить какие-то повороты очень резкие. Или, собственно, пытаться пройти плавно, но тебе будет давать, собственно, это вот управляемость по ебалу, если правильно сказать. Так, мы сейчас напрямую начинаем кого-то обгонять. Кого-то даже обогнали. Форд GT нам сослужил очень хорошим тормозом. Со что им огромное спасибо, Жекрес 97, ты красавчик, спасибо, ты отличный тормоз. Продолжаем гонку, и мы вышли на шестую позицию. У нас участвует довольно много гонщиков, 12 соперников у нас, и мы сейчас ровненькая, чёткая серединка. 40% заезда позади, сейчас у нас немножко бездорожье в гонке, но это, в принципе, не страшно. По прямой она едет вполне себе нормально. Если это не пустыня с этим грёбаным кораблём разрушенным, там она ведёт себя ужасно, потому что там ухабы и неровная поверхность. Здесь пока всё хорошо и неплохо. Пытаемся немножко срезать, у нас даже довольно-таки сильно получается. Подъезжаем к пятому месту, и вот сейчас трафик нас отвлёк. Мы не смогли его нормально ровно объехать. Придётся отмотать время назад. Я знаю, некоторые ругаются за это, но уж простите, бывает такое. Я тем временем прошу вас поставить лайк, если вам понравилась эта серия, потому что я считаю, что такого извращенства я не делал уже довольно давно. Когда-то мы с вами делали извращенческий Rolls-Royce, по-моему, это было во второй Форзе, но чтоб настолько, по-моему, я себя просто переплюнул. Обогнали пятое и даже четвёртое место, выходим к третьему потихонечку. Сейчас, я надеюсь, мы его обгоним. Время ещё есть, 30% заезда впереди. И есть, да, есть, мы его обогнали. Компенсировали сейчас поворачиваемость с сильным перетормаживанием. Это нам помогло. Ну что, Татарин-178, Рус, давай, уступи мне место. У нас 80% заезда и два всего лишь гонщика осталось. Нет, я налажал в повороте последним. Придётся отмотать время, но шансы ещё есть, шансы ещё есть. Сейчас я теперь знаю уже какой там поворот. Возможно, нам сейчас можно будет их сделать. Тормозимся заранее. Очень резкий поворот. И срезали. Срезали мы. Срезали. Игра защитала. Нет, не защитала. Ладно, хорошо. Опять же, напомню, что в третьем Хорезоне намного жёстче стало с контрольными точками. Во втором Хорезоне это могло было ещё прокатить. Но здесь уже нет. Воспользовались тормозом. Не стали заходить дрифтом. Вышли, попытались плавно. Но пробуксовка всё у нас настигла. Но в итоге совершенно неплохо прошли этот поворот. Третья позиция. Знаете, даже тройка лидеров уже неплохо. Поэтому даже если мы сейчас финишируем на этой же позиции, я буду довольно сильно рад. На прямой видно мы их потихонечку начинаем догонять и нагонять. Поэтому была бы прямая подольше, мы бы смогли. Но в итоге мы заняли третье место. Лишний раз подтвердив то, что автомобиль абсолютно неплохой получился. Даже на стандартной настройке. Ну что ж, на этом на сегодня всё. В Хорезоне наступила полнейшая тьма. Видно звёзды. И, собственно, только наше красивое красное пламя на Rolls-Royce. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Илья Слейд. Всем удачи. Мы ещё обязательно с вами увидимся. И в Форде. В следующий раз это будет стрим. И это будут адекватные автомобили. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok